Игорь Яковенко на звездку из студии 24-го. Игорь Александрович, рад вас приветствовать. Слава Украине! Героям слава! Здравствуйте! Рад вас видеть. Навзаим. Игорь Александрович, я вот дикую историю сейчас рассказывает немецкий бильд. Я сразу прошу прощения, что прошу вас это прокомментировать, но тем не менее история интересная. Вот мне хотелось бы услышать от вас ваших оценок, насколько она возможна. Якобы бывший глава Роскосмоса Рогозин, вот настолько он, значит, захотел Украине отомстить, после того, как во время дня рождения в Донецке его филейная часть, значит, повстречалась с осколком украинской ракеты, что он придумал начинить российскую космическую ракету взрывчаткой и отправить ее на один из украинских городов. Ну, план чудовищный по своей, да, вот, катастрофичности, но тем не менее, вот якобы он даже с этим планом ходил к Путину, а перед этим советовался с инженерами российскими, значит, как эта взрывчатка начинить, на какой город отправить, с какого космодрома. И вот я хотел бы ваших оценок, насколько, в принципе, это возможно, вот и как, по вашему мнению, Путин на такое предложение мог отреагировать, и Сирогозин действительно к ним с этим планом пришел. Что касается того, что, ну, давайте, вот, поэтапно рассмотрим эту историю, то, что это было, у меня нет никаких сомнений, у меня нет ни малейших сомнений, что подобного рода идеи могли зародиться в Рогозинской голове, потому что там, там вот, внутри этой головы происходят совершенно дикие вещи. Что такое Рогозин тем людям, которые, ну, вот, как я, например, довольно давно, давно наблюдают за российской политикой. Рогозин – это совершенно вот такое мерзопакостное существо. Он один из таких, он был откровенным нацистом тогда, когда еще нацистам было быть стыдно в России. Были вот в незапамятные времена, что, как говорится, старики помнят. Значит, в середине нулевых в России нацизм, вот, открытый нацизм, когда говорят, что, вот, значит, это, там, человек другой национальности, это, вот, мусор. Вот, такие вещи не поощрялись, открытые. И вот Рогозина с его конгрессом русских общин, с которым он перся в думу, за вот такой вот рекламный ролик, когда он, значит, людей нерусской национальности называл мусором, их, в общем, как бы не поощрили, там, этот ролик сняли, и их тоже как-то отшлепали легонечко, ласково. И, в общем, Рогозин, он был как-то на какое-то время изъят из российской публичной политики. Но, то есть, он был нацистом тогда, когда еще вот это не было мейнстримом. Сейчас-то он, на самом деле, находится в мейнстриме, и подобного рода, вот, предложений, там, взорвать половину мира. Ну, слушайте, а чем предложение генерала Гурулева убить 30 миллионов россиян, которые, по его мнению, неправильно думают о Путине? Чем оно лучше, чем оно менее кровавое, менее мракобесное? Так что идея Рогозина уничтожить какой-нибудь украинский город, вот таким вот образом, она, в общем-то, вполне обязательна. Я уверен, потому что эта идея у него в голове возникла, потому что он ее транслирует. Я не думаю, что эта идея будет каким-то образом поддержана. Ну, во-первых, целесообразность этой истории, в принципе, ну, а чего там далеко ходить, зачем придумывать какие-то вещи? Есть ядерное оружие, которое можно использовать. То есть, на самом деле, это какая-то непонятная история. То есть, понятно, что реакция на подобного рода действия, она будет примерно такая же, как на использовании ядерного оружия. То есть, на самом деле, Россия просто будет уничтожена ответным ударом. Вот, но то, что в голове Рогозина, так же, как в голове генерала Гурулева, рождаются вот такие мысли. Там у Маргариты Симоньян возникла очень креативная идея взорвать над Сибирью термоядерную бомбу. Ну, так что вот у них такие... Слушайте, война затягивается. Война затягивается. Россия терпит поражение. Ничего не получается. Авдеевку не удается взять. Кладут десятки тысяч бойцов российских в землю украинскую, и все равно ничего не получается. И вот в условиях вот такого вот тягостного ожидания, причем ожидания ничего, непонятно чего, скорее всего, ожидания конца раздаются, вот такие вот безумные идеи. Ну, а уж в таких головах, как голова Рогозина, ну, это сам Бог велел, чтобы что-то подобное родилось. Сейчас будет конкурс, сейчас идет конкурс за самую мракобесную идею. Все пытаются отличиться, все пытаются доказать то, что они, каждый из них является лучшим учеником. Игорь Александрович, ну, а как Путин на это отреагировал? Да, вот пришел Рогозин с этой идеей. Это чтобы он зарисоваться перед Путиным, что я вот самый такой, значит, нацист из нацистов. Или же Путин ему сказал, идите делайте, да? А там, я не знаю, а российские ракетчики не смогли реализовать эту идею. А было не маски, я тоже вас порасспрашиваю о его сегодняшних заявлениях. Но кроме всего прочего, он сказал, что, значит, ракетная отрасль России потеряла от того, что теперь с Украиной нет сотрудничества. Мол, без Украины ракетная отрасль вот не справляется. Ну, давайте по очереди. Сначала по поводу того, как... Ну, естественно, я не имею никакой информации. Во-первых, я не знаю, был ли Рогозин у Путина. Не факт. Скорее всего, нет. Думаю, что нет. Просто потому что, ну, вот, как бы, о чем вообще все-таки какие-то встречи Путина вот с такими людьми, они как-то фиксируются. И информации о его встрече с Путиным, Рогозина по встрече с Путиным нет, не было. И, ну, особого смысла в этой встрече нет. То есть, все-таки Рогозин сейчас явно, так сказать, такой отставник-отставник. И, по сути дела, и по статусу ему не очень понятно, в качестве кого его будет принимать Путин. Это тоже как-то не совсем по протоколу. Вот, поэтому там особо приятельских отношений у них никогда не было. Это все-таки не Ковальчук. Вот, поэтому я думаю, что никакой встречи с Путиным у Рогозина не было. Ну, почти, почти стопроцентная уверенность, что такой встречи не было. Ну, а что касается идеи, то сама по себе просто это высказано, и она, так, я думаю, что и останется в воздухе. Никаких последствий это иметь не будет. Что касается Илона Маска, то вот этой части, он много чего говорил в последнее время, в том числе и большое количество глупостей. Но вот что касается того, что без Украины российская ракетная отрасль, что называется, летит с одним крылом, то это исторический факт. Ведь, собственно говоря, и атомная промышленность в значительной степени в Советском Союзе рождалась в Украине, это, прежде всего, Харьковский, я сейчас не помню название, точное название этих центров, которые занимались разработкой атомной ракетной промышленности и в Харькове, и в Киеве, их несколько, и это действительно базовые, основные центры, где в Советском Союзе рождалась вот и ядерная индустрия, и разрабатывался большой ядерный проект, и разрабатывалось ракетостроение. Поэтому я думаю, что здесь как раз, вопреки тому, что Илон Маск высказывает в последнее время много всяких глупостей, здесь, я думаю, что он попал в точку. Игорь Александрович, из того еще свежего, да, что Илон Маск сегодня наговорил, что я хотел попросить вас прокомментировать, это он заявил, мол, свет, мир на пороге Третьей мировой, как он это пояснил, что в случае, значит, если Россия и Китай объединятся в Союз, то Западу против этого Союза нечего противопоставить, мол, природные ресурсы России помножены на производственную мощь Китая, и все, мол, Запад проиграл, и в случае, если вот это прямое столкновение начнется, то будет Третья мировая война, которую Запад проиграет, и вот чтобы этого не допустить, говорит Илон Маск, то, мол, надо сейчас, значит, снова подружиться с Москвой, чтобы Москве не хотелось дружить с Пекином, и если ради этого придется, значит, пожертвовать Украиной, то и черт с ней, вот по линии разделения, по линии фронта, значит, то, что сейчас под контролем Украины отдадим Украине, то, что под контролем Путина отдадим Путину, какой аргумент он привел, мол, говорит, на этих оккупированных территориях русскоязычных, мол, нет партизанщины, а если нет партизанщины, то это значит, что местное население и не против этих вот оккупантов. Такая вот его, знаете, логика, такие его размышления. И знаете, если бы я эти размышления услышал, условно говоря, от таксиста, да, который на Тесле-утопленнике меня бы подвозил, рассказывая, да, что он просто у него хобби таксовать, а так он, конечно же, политический консультант, вот, это одно дело, да, ну, и я знаю контраргументы вот таким словом, но слышать это из уст самого богатого человека планеты, который имеет действительно влияние, да, не только потому, что благодаря своему богатству, а благодаря вот тому, что он контролирует вот соцсеть TwitterX. Вот если можно, да, от вас я хотел бы услышать оценку вот таким его заявлением. Вы знаете, вот, когда вы говорили, ну, я, естественно, тоже слышал, ну, как бы информацию о том, что он предлагает, о его рассуждениях слышал, и пока вы говорили, у меня как раз тоже, вот, в голове уже звучал такой, такой комментарий, примерно похожий, только я не таксистов вспомнил, а многочисленных комментаторов в социальных сетях, которых обычно называют, там, я не знаю, мамкин-политолог или мамкин, значит, ну, сейчас такой термин есть, мамкин-геополитик, вот, то есть это такой вот доморощенный человек, который вот сидит дома, ну, как правило, плохо образованный и пытается вот такие вот свои геополитические шахматы расставлять, не знаю вообще, скорее всего, не умея играть даже в обычные шахматы, вот, это полный бред, потому что, просто потому что, вот, ну, известно, как идет процесс союза России с Китаем, Китай совершенно не собирается ввязываться, да, Китай заинтересован в том, чтобы Россия продолжала воевать и продолжала истощать Соединенные Штаты Америки, одновременно истощаясь сама. Китай встроен очень прочно, надежно встроен вот в это мировое разделение труда, совершенно не заинтересован в мировой войне, абсолютно не заинтересован. Он заинтересован в, так сказать, в ослаблении России, в претензии на, вот, прежде всего, экономическое господство, для чего, собственно говоря, и использует все ресурсы свои. Да, безусловно, Китай не чувств тому, чтобы отхватить кусок российской территории, которую она считает своей, но речь идет о той, которая, так сказать, как Китай считает несправедливо, была захвачена Российской империей в середине XIX века у Китая, когда Китай был погружен во Вторую Опинную войну. Ну, эта история довольно хорошо известна, все эти карты китайские, которые на сайте китайского правительства опубликованы, где территория от Владивостока до Байкала считается китайской. Вот, это все хорошо известно. Эти аппетиты известны, причем, когда Илон Маск говорит о союзе Китая с Россией, то он упускает вот эти вот вещи, что, в общем-то, это союз, я бы так сказал, это союз, так сказать, проголодавшегося человека с едой, в чем роли еды выступает Россия здесь. Ну, вот, видимо, я не знаю, Илон Маск как-то пропустил в школьных, в школе уроки, на уроках истории те занятия, где говорилось о истории России и Китая. Вот, ну, это доморощенные какие-то высказывания, которые не имеют никакого отношения к действительности. Что касается того, что мир действительно, ну, там, я не знаю, не на пороге, но, по крайней мере, вероятность Третьей мировой войны существует, она отлична от нуля. И здесь действительно Китай тоже играет определенную роль, но не роль страны, участника войны, а роль, как бы, той базы, которая поддерживает ось зла. Потому что ось зла сегодня состоит зла, которая противостоит евроатлантической цивилизации, цивилизованному миру, куда входит не только Европа, не только Северная Америка, но и Япония, Австралия и Южная Корея. И вот эта ось зла, которая противостоит вот этой евроатлантической цивилизации, это ось, куда входит Россия, Северная Корея, Иран, ну, и террористические образования типа Хамаса, Хизбалы и так далее. То есть, вот это разнородная, очень разнородная, разношерстная компания, которая принципиально отличается от какого-то военного блока, от какого-то союза стран с единой идеологией. Она представляет своеобразную новую, новую вот такую ось зла, существенно отличающуюся от той, которая была, сформировалась в середине прошлого века в условиях Второй мировой войны и в условиях Холодной войны, когда противостояли два, так сказать, полюса, центрами которых был Советский Союз и Соединенные Штаты Америки. Вот сегодняшняя ситуация очень сильно отличается. Но в то же время налицо Холодная война, вторая по очереди по счету Холодная война и налицо на фоне этой Холодной войны две Горячие войны. Так что действительно можно согласиться с тем, что вероятность расширения зоны конфликта, это возможно зона конфликтов, новые очаги конфликтов могут быть и на Корейском полуострове, могут быть и в Африке, ну и конечно на Ближнем Востоке. Там тоже есть потенциал расширения. Но пока у меня такое ощущение, что все-таки вероятность вот такого полыхания по всему миру, мне представляется, что эта вероятность все-таки невелика. То есть угрозы есть, но и конечно при определенных ошибках, которые могут совершить участники этих конфликтов, этих войн, может все это разрастись в большую войну. Но, по крайней мере, на сегодняшний момент мне представляется, что прямой угрозы, вот прямо сейчас, всю секунду, прямой угрозы третьей мировой войны все-таки нет. Игорь Александрович, знаете, мне кажется, что вот Илон Маск, когда рассуждает о Путине, о его намерениях и о его реакциях на действия Запада, мне кажется, что он вот в этой своей силиконовой долине, в мире каких-то розовых пони, что вот мол, если серийного убийцу отпустить с тюрьмы раньше, да, вот простив ему половину срока, то тот, раскаившись, выйдя из тюрьмы, значит, станет вести себя хорошо. Потому как мне кажется, что Путину, если простить вот то, что он в Украине творит, он наоборот, он первым пойдет к Си-Дзиньпиню и скажет, товарищ Си, ты посмотри на этих бесхребетных, они же вообще ничего не могут нам противопоставить. Давай, начинаем третью мировую, нам все простят, они не смогут нам противостоять. Погнали завоевать мир. Мне кажется, что вот так Путин отреагирует. Это безусловно. Ну, может быть, не с таким текстом, но, по крайней мере, подтолкнуть Си-Дзиньпиню, чтобы он реализовал планы, которые были обозначены, начиная с 20-го съезда КПК, то есть три года назад. Это прямые планы присоединения Тайваня. И вот в этих условиях, да, если как бы, ну, понятно, что идеи Илона Маска, они не будут реализованы, просто слава Богу, он все-таки не президент Соединенных Штатов Америки. Бог миловал. Но я думаю, что если вдруг мир сойдет с ума и Соединенные Штаты Америки согласятся играть в эту игру, ну, тут ведь вопрос еще и... На самом деле в этих рассуждениях Илона Маска, ну, понимаете, ну, на каждом слове ошибка, на каждом слове непонимание того, с чем он имеет дело. То есть его вот эти вот геополитические шахматы, которые он пытается расставлять, они настолько... Там, ну, все фигуры неправильные, да, то есть потому что Илон Маск, например, считает, что Украина, Украина не является субъектом, но это в этом смысле он очень похож на Путина. Он убежден, что Украина вообще не является субъектом, что это пешка американская, что она сама ничего не принимает, никаких решений не принимает, и если ей скомандует отдать Крым, отдать Донбасс, то она так и сделает. Это полное непонимание. Вот, ну, идет уже почти скоро два года войны, и люди до сих пор, ну, вот, ну, ладно Путин, он как бы в бункере, но в информационном, но этот-то, он же имеет доступ к самой разной информации, и вот так не понимать ничего в том, о чем он пытается рассуждать, непонимание того, что да кто угодно прикажет украинцам отдать Крым и Донбасс, и кто угодно будет послан курсом русского военного корабля сразу же, хоть Соединенные Штаты Америки, хоть Илон Маск, только кто угодно. Украина просто непонимание того, что есть Украина, которая является серьезным сегодня большим игроком в мире, и в Украине есть ведущий политический субъект. И это не Зеленский, и это не Верховная Рада, и это не генерал Залужный, а это украинский народ, который просто против, против того, чтобы отдать Путину Крым и Донбасс. Просто против. И этого не будет, ни при каких обстоятельствах. И за спиной украинского народа никто не сможет решать судьбу Украины. Это, по-моему, ну, мне кажется, это все уже поняли. Ну вот, за исключением вот этой вот сладкой парочки, Илона Маска и Владимира Путина. Игорь Александрович, констатирую, вы нас, украинцев, прекрасно понимаете. Но расспрошу вас также, если можно, о упомянутых вами планах Си Цзиньпиня. Вот сегодня появилась новость от BBC об отстранении должности министра обороны Китая Ли Шанфу. Два месяца его не было видно, не было слышно, и вот теперь BBC сообщает, что он таки отстранен. И вот помогите мне понять, это Си Цзиньпинь таким образом зачищает вокруг себя неугодных, да, укрепляя свою диктатуру, или, может быть, он хочет на эту должность, там, назначить ястреба, чтобы там подтолкнуть свою страну к войне, к примеру. Вы знаете, я думаю, что все-таки идет постепенно, длительный период укрепления власти. После 20-го съезда, ну, это действительно революционный съезд был, мы помним, что произошло там, это демонстрация всему миру, что пришел хозяин в Пекин, пришел хозяин, пришел император, никакого коллективного руководства больше нет, вся вот эта вот Дэн Си Аупиновщина, она была вычищена из китайской политики, и, так сказать, на смену вот этому мудрому коллективному руководству, которое было заложено при Дэн Си Апине, пришел жесткий персоналистский режим, ну, говоря попросту, диктатура. И это было продемонстрировано всему миру, когда, значит, главу, бывшего главу Компартии Китая просто под руку, прямо скажем, практически за шивором вытащили с заседания съезда. И когда он там пытался цепляться, значит, обращаться к Си Цзиньпиню, то тот с каменным лицом смотрел впереди себя. То есть миру было продемонстрировано, что Китай стал твердо на курс единоначалия персоналистской власти и милитаризма. То есть Китай вернулся в качестве жесткой имперской модели. И поэтому, конечно, известно, что перевооружение, если я ошибаюсь, там к 2025 году должно быть закончено перевооружение китайской армии, и в целом ВПК китайский должен быть, представить в новом обличии, нужны новые кадры. И постепенно, потихонечку, Си Цзиньпин никуда не спешит. И в этом его принципиальное отличие от Путина. У него позади тысячелетия Китайской империи, впереди он тоже, видимо, считает тысячелетия. Он же сказал Путину, что у нас впереди, вот в течение ближайших пятидесяти лет предстоят очень большие дела и большие перемены. Ну, извините, конечно, Путину на его восьмом десятке говорить о том, что впереди, в течение пятидесяти лет у них с ним, с Си Цзиньпинем большие, предстоят большие дела. И это, конечно, было довольно остроумно. Но тем не менее, вот Си Цзиньпинь, он просто реализует свои планы, которые были заложены на двадцатом съезде КПК. Игорь Александрович, и возвращаясь опять же к Путину и к тому, к упомянутой вами украинской Авдеевке, которой российская армия вот уже третью волну готовит атаковать. Первые две волны провалилась, колоссальные потери. Казалось бы, да, попробовали на прочность украинскую там оборону. Хотели использовать эффект неожиданности, не получилось. Ну, надо отступать. Но нет, вот готовят, третью волну. Американский институт изучения войны пишет о передислокации новых сил, то есть, что будут продолжать. И вот, знаете, военные эксперты в один голос говорят, что нет никакого смысла российской армии атаковать Авдеевку. Мол, даже если ВСУ оттуда отступит, ну, мол, ничего российская армия, потратив столько ресурсов, не приобретет. И единственная причина, почему это может быть, вот эти продолжающиеся атаки на Авдеевку, это прямой приказ Путина, якобы, к 4 ноября, в этот день в России празднуют День Народного Единства. Я не знаю, что это за праздник, я думаю, что там 99% россиян также его не знают, что он значит. Но, тем не менее, мол, Путин приказал к 4 ноября, к этому Дню Единства, значит, Авдеевку захватить. Видимо, да, если я правильно понимаю, помогите мне в этом разобраться, чтобы выйти к народу и сказать, вот теперь и Авдеевка наш. Ну да, Авдеевку назначили этот небольшой украинский город, ее назначили на роль очередного Сталинграда. Предыдущим Сталинградом был Бахмут, вот, но сейчас вот Авдеевка. Ну, в какой-то степени это, конечно, святотатство по отношению, ну, к тем людям, оскорблению чувств тех людей, которые серьезно воспринимают события Второй мировой войны и с уважением относятся к тем людям, которые сокрушили фашизм. Вот, но это уж господь им судья, я имею в виду, Путин и всей этой, всей этой фашистской нечисти. Вот, ну, вот, задача, конечно, отрапортовать. Рапортовать нечем, успехов нет. На протяжении последних полутора лет никаких успехов у российской армии нет. Но надо как-то, надо чем-то заполнять информационное пространство. Не только же заявлениями генерала Гурулева о том, что надо убить 30 миллионов россиян, не только же заявлениями Маргариты Симоняна о том, что надо взорвать термоядерную бомбу над Сибирью. Ну, надо же какими-то, какими-то реальными успехами, ну, хотя бы маленькими. А уж раздуть маленький успех до размеров Сталинграда или взятия Берлина, это уже дело техники. Так что я думаю, что это вот пища для пропаганды в основном. Игорь Александрович, спасибо, что нашли время для разговора. Спасибо за вашу аналитику, за ваши ответы, пояснения. Отдельно, конечно же, не устаю благодарить вас за поддержку Украины. Спасибо, что пригласили. Слава Украине. Героям слава Игорь Яковенко, российский опозитивный журналист, был у нас в искусстве студии 24-го канала. Спасибо. 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 Спасибо.